Отдельные выслители греческие стали практиковать особую направленность мыслей. То есть они стали, научились направлять все мысли не непосредственно на некоторые объекты, а опосредованно. Они научились воспринимать объект, учитывая работу собственного сознания. Воспринимать объект, учитывая работу собственного сознания. Вот это и была теоретическая социативная установка. По мнению Гусарина сначала ее практиковали отдельные мыслители, затем они объединялись в философские сообщества, школы. И таким образом возникла профессиональная теоретическая деятельность, которая была, как я вам уже говорил, единой. В древности никакого разграничения между философией и науками не существовало. Вот, ну и далее. Подобная установка сознания, когда мы воспринимаем объект, учитывая работу собственного сознания, позволяет нам отделить объективное от субъективного. Мы можем исключить те привнесения, которые характеризуют нас, и очистить предмет собственного познания от этих привнесений. Ну, по крайней мере, до какой-то степени очистить от этих привнесений. Ну и дальше, по мнению Гусарина, из этой самой теоретико-созрцательной установки рождается и вся европейская культура, рождается и форма сексуальности, и особенности искусства, морали, и многие другие вещи, из теоретико-созрцательной установки. Ну и, по мнению Гусарина, мы можем только там говорить о европейском человечестве, где подобное теоретизирование, учитывающее деятельность нашего собственного сознания, существует. Где есть теоретико-созрцательная установка, там есть, по Гусарину, Европа. Где нет, в теоретико-созрцательную установку, в Китае, Европе нет. Ну, например, если мы, допустим, заметили где-нибудь в центре Парижа цыганский табор и спрашиваем себя, Европа это или не Европа, то мы должны решительно отметить, что это не Европа. Поскольку, ну, если, конечно, брать традиционных, так скажем, цыган, которые еще не ассимилировали с европейской цивилизацией, с такими городами, то это не Европа, по-моему, другое слово. А если мы обнаруживаем на Марсе каких-то разумных существ, которые практикуют теоретико-созрцательную установку, то это, по Гусарину, получается соответствует понятию европейского человечества. Они имеют такой же графу, такой имеет миф. Они развивают теоретическую науку, философию. И в дальнейшем из этого единого ствола теоретической науки и философии отпочковались конкретные научные дисциплины. На мнение Эрманд Гусарля в дальнейшем отпочковываются в ходе истории конкретные научные дисциплины, математика, затем естественные науки и так далее. И Эрманд Гусарль свою концепцию развивает для того, чтобы подчеркнуть... Он писал поздние свои работы, как раз перед Второй мировой войной, чтобы подчеркнуть угрозу европейскому человечеству. Работа, где он размышляет о теоретико-созрцательной установке, называется «Кризис европейского человечества и философия». По его мнению, когда науки отпадают от этого незаинтересованного теоретизирования, когда они становятся практичными, прагматичными, подрываются истоки нашей европейской культуры, и она саморазрушается. Когда науки уходят в практическую область, саморазрушаются, духовные основания европейской культуры во время войны. Вот это он писал перед Второй мировой войны. А заниматься не заинтересованным теоретическим исследованием. Из этого стремления родилось все – и мораль, и искусство, и форма социальной жизни. Заниматься не заинтересованным теоретическим созерцателем. А если не заинтересованным, зачем можно это? А если не заинтересованным, то, может быть, теоретическое созерцание, как элементы, но некоторые практические задачи. Когда нас интересует, допустим, какой-то прикладной аспект к истине, преследование собственного духа и прочим, к высоким вещам мы не стремимся. И вот такая направленность практическая, когда разрушает науку и европейскую культуру, на мой взгляд, и ведет Второй мировой войны. Концепция достаточно интересная. Можно, конечно, спорить, можно отстаивать инструментальные функции науки, построить какие-то альтернативные концепции теоретической деятельности. И я с этим не спорю. Проказать сегодня, допустим, на мой взгляд, я думаю, она интересна, потому что пытается как-то целостным образом объяснить особенности научно-теоретической деятельности и распространить это объяснение на прочие области духовной культуры. Это глобальная мировоззренческая концепция, восстановленная от выдающихся местами. Мы слить и выдающиеся местами. Можно ее подпрацать с помощью? Я не возражаю. Ну и когда происходит отпадение ветвей, от очковавшихся, от незаинтересованного теоретизирования, когда ветви теряют связь с духовными истоками, и культура, как раз, испытывают различные кризисы. Дорожная церковь европейской деятельности. Мне кажется, что эта концепция, в общем-то, согласуется с той концепцией, которую вы уже изучали и на прошлой лекции, по домашнему заданию, с концепцией Карла Поппера. Карл Поппер подчеркивает немножко другие моменты. Карл Поппер подчеркивает критический характер научно-теоретической деятельности. Он считает, что наука из опыта возникнуть не может. В принципе, наука рождается из целостного, критического взгляда на мироздание. Из бескомпромиссной критики наших собственных построений, мифов. И, мне кажется, одна позиция не противоречит другой. Для того, чтобы критиковать собственные мифы, мы должны знать что-то о собственном духе, о его устройстве, о его порождениях. И, значит, должны владеть в этой степени рефлексией. И, наоборот, если у нас есть рефлексия, то это неизбежно рождает рациональную критику наших собственных представлений. Так, одно с другим, мне кажется, хорошо согласится. Так, ну и еще, просто в защиту докусывания, что можно сказать. Когда, допустим, вы занимаетесь собственной научной деятельностью, стремитесь получить какие-то важные результаты, будет вам полезно или будет вам вредно думать о той практической пользе, которую вы получите с этих результатов. Если вы, например, заходите в лабораторию, только думаете о том, что я с этого получу, или какие интересные практические следствия, значит, обнаружится у них открытие. Это вам поможет или помешает заниматься своими исследованиями в лаборатории? Я думаю, что это вам, скорее всего, помешает заниматься своими исследованиями. Вы должны, видимо, занимать какую-то более оторванную от реальности и практических муж позицию, руководствоваться какими-то ценностями типа истины, объективности и прочее, для того, чтобы иметь настоящий успех. Мне кажется. Вот. Это можно сказать все-таки в пользу твоей концепции, хотя с ней можно точно спать. Далее. Уточним некоторые важные этапы, о которых я кратко говорил на прошлом занятии. Некоторые важные этапы разделения философии и науки. Я вам называл деятельность ученых, или, так скажем, предшественников современных ученых. Это, прежде всего, научные сообщества, которые стали образовываться в 17-го века, когда я называл английское правильское общество, затем начинался национальные академии и так далее. И вот из этих сообществ родилась дисциплинарная наука в последующем. Но в 17-м веке ничего подобного не было. Если бы вы встретили Рене Декарта, если бы вы встретили Горфрида Лейбница и спросили, чем они занимаются, они бы вам без сомнения ответили, что мы занимаемся философией. Если бы мы спросили Рене Декарта, в чем различие между философией и наукой, Рене Декарт бы вас просто не понял. Он бы вам ответил своими знаменитыми словами. О чем вы меня спрашиваете? Наука – это дерево, корни его метафизика, понимаете, ствол физика, а ветви – это прочие дисциплины. Так бы вам точно, дословно ответил Рене Декарта. И никакого разграничения между корнями, метафизикой и физикой, и прочими дисциплинами у Декарта бы вам найти не удалось. Если бы вы спросили Лейбница, чем он занимается, он бы вам ответил и так же, что он занимается философией, различными науками, входящими в компетенцию философии, это и математика, и лингвистика, и многие другие интересные вещи. Когда же появилось такое, что Рене Декарта отправили на математический, ну и на физический факультет, потому что механика, это начиняется с трактатора Рене Декарта, а код Придолейницы зачислили в математике. Когда же такое произошло? Такое произошло значительно позже, и вот один из главных мыслителей, инициировавших это разделение, был Эммануил Хант. О нем стоит немножечко сказать, чтобы понимать современное соотношение философии Эммануи. Эммануил Хант. Эммануил Хант, выдающийся немецкий философ 18 века, именно он произвел то классическое расщепление конкретных наук и философии, которое мы сегодня имеем. именно согласно Эммануилу Ханту традиционная метафизика не должна называться наукой, не имеют еще права называться наукой, чтобы быть наукой такой же, как математика, физика, другие дисциплины. Метафизика должна пока уточнить свои основания, найти априорные синтетические основоположения, и тогда-то она превратится в настоящую молоку. Вот это именно точка зрения Эммануила Хант. Кант предполагал также, что фундаментом философского исследования должна стать теория познания, теория познания генессиологии, ну или эпистемология, более общепринято говорить об апистемологии. Ну, можно и говорить о опием как ходить. Вот, именно Эммануил Кант предполагал, что философия метафизика должна заниматься исследованием человеческой познавательной способности или человеческой познавательной способности, а наука и она станет в каком-то далеком будущем, когда определится собственными основаниями. Благодаря Канту и его По последователям произошло разделение факультетов в европейских университетах XIX века. В европейских университетах XIX века образовался факультет философии, который уже был противопоставлен прочим факультетам научным. В францах и университетских образовался. Кант и кантианцы в XIX веке инициировали это разделение. Так, это важный момент. В прошлый раз я о Канте ничего не сказал, а о нем, конечно же, момент необходимо. Далее, не кантианцы знаменитые еще и тем, что они произвели подразделение не только между философией и конкретными научными дисциплинами. Кантианцы произвели разграничения между научными дисциплинами, разделив гуманитарные науки и естественные, выделив науки о духе и науке о природе. Наиболее яркие представители архантеанства, которые это разграничение проводили, это Вильгельм Виндельбанд. Вильгельм Виндельбанд и Генрих Риккер. Наиболее яркие неакантианцы, это представители Баденской школы неакантианства. Они проводили несменно разграничения между науками о духе и науками о природе. Я немножечко остановлюсь на концепции Генриха Риккер. Хотя о Виндельбанте тоже можно пару слов сказать. Виндельбанд разграничил науки по методу. Он выделял науки намотетические. и идеографические. Номотетические и идеографические. Номотетические – это науки об общих законах. Номос – это закон. Эти науки, значит, заняты исследованием природы и поиском каких-то обобщающих законах, обладающихся к природе. Идеографические – это науки об индивидуальном, это описание конкретных индивидуальных событий без подведения их под общий закон. Идеографические науки по Виндельбанду должны быть чем-то родным художеством, художественного творчества. И таковыми являются науки от духи, в частности, истории. Историческое описание – это что такое как раз художественного творчества. Не является наукой в традиционном смысле. Историческое описание не стремится к поиску обобщающих законах. Исторический и идеографический. Вот Генрих Риккерт продолжил это разграничение научных методов и выделяет уже не два, а четыре основных метода в своей классификации. Не два, а четыре. Он добавил еще одно основание. В Виндельбанда основанием было обобщающее и индивидуализирующее. Обобщающее – это были этические науки, индивидуализирующие и идеографические. Генрих Риккерт добавляет второе основание наряду с обобщающими и индивидуализирующими. Генрих Риккерт добавляет второе основание наряду с обобщающими и индивидуализирующими и индивидуализирующими. — Следующий вопрос. — Реклама Уже на установку, на точечке. А, ну, второе основание нет. Второе основание, по принципу, исторические и неисторические, исторические и неисторические дисциплины. Вот, по двум основаниям, если мы строим правильную классификацию, у нас получаются четыре категории. Науки бывают обобщающими и неисторическими, науки бывают индивидуализирующими и неисторическими, и, наконец, индивидуализирующими и неисторическими. Вот, получились эти четыре категории. Тогда классическое естествознание относится к первой категории, обобщающими и неисторическими. Но, правда, здесь необходимо сделать оговорки. Часть естественных наук попадают и во вторую категорию. Обобщающие и неисторические, вторая у нас. Обобщающие и неисторические, да. Ну, например, геология. Ну, если мы противопоставляем, например, астрономию и астрофизику, и связываем астрономию с историческим развитием космических объектов, то астрономия также попадет во вторую категорию вместе с геологией. Революционная биология, на вторую категорию также попадет. Там ряд других дисципалей. Третья категория. Индивидуализирующие и неисторические. Это социология, экономика и другие социальные дисциплины, которые дают описание какого-то среза человеческого общества или аспекта человеческого общества, отвлекаясь от истории. И, наконец-то, собственные исторические науки, геологизирующие исторические, это классическое историческое исследование, как оно осуществлялось с историками, с глубокой древности, с геологией античности, с геологией античности и с геологией античности. Вот примерно такая получается у нас классификация согласно Генриху Риккерту. И Генрих Риккерта подводит антологические основания под свою классификацию методов научного исследования. Какую классификацию? Он выделяет три антологические области, на которые распадается наш мир. Это область действительного, область ценности и область, которая образуется на пересечении действительного и ценности. Пересечения включают в себя оценки, это область смысла, область истолкования, ценности тех или иных фактов действительности. Действительностью, по Генриху, занимаются как раз естественные науки. Он естественные науки, исследуют область действительного. И основным методом естественных наук является метод объяснения. Ну и здесь Риккерт, в общем-то, не отличается от Виндербанда. Метод объяснения – это метод подведения под общие законы. Науки о действительности имеют характер номатетических, но, в общем-то, получается. Муки о действительности имеют характер номатетический. Ценности. Что же такое ценности? Здесь вопрос немного менее ясен. Ценности постигаются не методом объяснения, а методом понимания. Ценности исследуются методом понимания. Ну и вот по этому принципу исследования ценности как раз и происходило выделение философских факультетов Европейского университета. Исследование ценностей как цель философского исследования. И, наконец, третья область область пересечения действительности ценностей – это предмет исторических норм. Если историк желает описать некоторый исторический факт, он подводит нечто действительное под свои ценности. Он имеет шкалу ценностей, в которой говорится о том, что является значимым, более значимым и менее значимым в ходе исторического процесса. Ну, например, если историк смотрит в окно и видит, что воробей сел на ветку, вряд ли зафиксирует это как исторический факт. Для того, чтобы зафиксировать что-то как исторический факт, нужно соотнести это с тем, что может быть важным, что может быть существенным для истории. Хотя я не исключаю, что в некоторых ситуациях поведение воробья может оказать влияние на ход истории, но это какие-то крайние и очень редкие случаи, которые, скорее всего, имели место в области, может быть, древней истории, когда, например, встретившиеся войска откладывали сражения, наблюдали полет воробьев и каких-то других птиц. такое, может быть, но это, как правило, выходит в залог интересов историков, которые опираются на свою шкалу и соотносят действительные факты именно с этой априорной шкалой. априорной 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 это как раз кантианский термин, который от Канта идет к вендельбанду, к крикачу, априорная. Априорная это значит доопытная, участвующая ворота. И в Баденской школе неакантианства априорными формами становятся ценности в Баденской школе неакантианства в качестве априорной формы исторического исследования в частности фигурирует ценность. априорная противоположна апостериорному. Что такое апостериорное вы знаете это эмпирическое. Что такое априорное менее понятно, но когда мы будем более подробно останавливаться на методологии мы рассмотрим трактуру априорного аккредитации а апостериорное это что еще раз? примерно то же что и эмпирическое апостериорное это полученное из опыта извлеченное из опыта априорное это то, что не зависит от того где предшествует опыта но в нескольких словах я объясню что такое априорное представьте себе что вы идете по улице и видите много-много камней вы решили посчитать эти камни произведя счет вы обнаруживаете что это 28 камней но вы немножечко на шаг отошли один глаз прищуренный и видите это на самом деле три кучи камней а потом вы сделали два шага вперед и пригляделись это на самом деле допустим три кучи по два слоя камней так сколько перед вами камней вернее не так сколько перед вами объектов перед вами 28 камней перед вами три кучи или перед вами два слоя объективная действительность имеет какие-то количественные характеристики или не имеет если она она имеет какие-то количественные характеристики то какие именно она имеет количественные характеристики хотя бы в данном случае 28 3 2 много можно сказать много достаточно не попугает 80 попугает 80 так и вот с точки зрения контианцев категории количества являются априорными категориями они встроены в наш разум и любой опыт мы упорядочили в этих категориях мы мыслим только так как мы устроены у нас есть категория количества поэтому мы классифицируем всякий опыт с точки зрения количества у нас есть категория причинности категория детерминации к нашему разуму. И мы всякий опыт пытаемся также классифицировать в рамках этой категории. Распределяем свой опыт на причины и следствия, выстраиваем какие-то цепочки этих причин и следствий и прочее. В нашем разуме существует категория времени, и мы классифицируем любой опыт в категориях времени, в категориях раньше-позже, в категориях распространяющих на время количественные характеристики, приводящие к измерению времени и так далее. Аналогично обстоит дело и с пространством, хотя здесь, конечно, нужно уточнить, что у самого Канта время и пространство – это не категория. У Канта время и пространство – это форма чувственного созерцания, априорная форма чувственного созерцания. Но у неакантианцев, у многих эти кантовские априорные формы созерцания перешли в разряд категорий нашего мышления. Так, время и пространство – это как бы очки, которые искажают, искривляют воздействие вещей на нас. Примерно так, у Канта эти очки относятся к форме чувственности, у последователей Канта в основном относятся к категориям расходов. Априорная и апостериорная. И теперь немножечко понятно это разграничение. И неакантианцы как раз рассматривают в качестве априорных оснований исторического познания ценностей. В основе исторического познания лежит какая-то система ценностей априорно заданная. Но вот интересный момент, в таком случае, так как ценности эволюционируют, как-то изменяются в процессе истории, и в таком случае априорная перестает быть статичным и вечным, как у иммунилоканта. У иммунилоканта априорная связана просто с конструкцией нашего сознания. А у неакантианцев банковской школы априорная становится уже каким-то динамичным, изменчивым. Поскольку ценностные основания сами изменяются в процессе истории. Таким образом, интересную, но немножко отходящую от классического неакантианства модель наук и научного познания предлагает немецкий мыслитель Ernst Cassio. Ernst Cassio построила философию символических форм. Своё учение он называет философией символических форм. Символических чего? Символических форм. К символическим формам относятся язык, образы искусства, символы религии, язык, искусство, религия, история, миф. Всё символические формы в качестве Кассиева. И вот его идея заключается в том, что существует как бы двухуровневая априорная. С одной стороны, у нас есть априорная антропологически детерминированная. Время, пространство, количество и прочие категории. Это то, о чём говорил Кумилл Карт. Наше сознание как-то устроено и как-то преломляет всё, что входит в сферу нашего познания. А с другой стороны, есть априорно заданные символические формы. С одной стороны, есть априорные, которые антропологически детерминированы. Время, пространство, количество и прочие категории. А с другой стороны, есть символические формы. И поэтому в процессе познания мы получаем двойное преломление объекта. Объект трансформируется и антропологически заданными символическими формами, характеризующими наше сознание, и теми культурными образованиями, которые я назвал. языком, научной символикой, образами искусства, символами религии и так далее. Каждый из символических форм по-своему трансформирует в объект, даёт картину отличную от других символических. Эта концепция достаточно интересная. Получается, что человеческое опознание существенно отличается от познавательной деятельности всех других высших животных. Двойное преломление предполагает ещё дополнительную, вторую призму, которой у животных нет. И Артс Кассирер говорит, что человека лучше всего отличать от животных по своей символической деятельности, по способности создавать подобные формы. Научную символику, художественные образы, мифологические сюжеты и прочие вещи. Человек отличается от своих животных. Можно, конечно, сказать, что это не будет большой ошибкой, что человек отличается от разума. Но, к сожалению, понятие разума, пишет Артс Кассирер, не слишком ясное понятие, не слишком легко провести границы, где он есть, а где его нет, лечить нас от прочих животных. Но способность порождать новые символические формы, не данные от природы, не данные от природы, это способен только человеку. Только человек может создавать языки, системы символов, образы искусства и прочие вещи. Только человек. И этим он отличается от животных. Человек – это символическое животное. Лучше сказать не то, что человек – это разумное животное, поскольку разумность неопределённых терминов. Лучше сказать, что человек – это символическое животное, имея в виду, что животное создающее символы и систему символов. Вот очень интересная, конечно, концепция. Эта концепция согласуется с многими другими подходами. Ну, в частности, мы можем вспомнить того же Эн Можда-Густерля, вспомнить его теоретико-созрецательную установку. Теоретико-созрецательная установка – это тоже какой-то обходной, преломлённый путь к объекту. Мы можем обратиться к исследованиям в области психологии, к исследованиям второй сигнальной системы человека, связанной с языком. И это тоже соответствует философии символических фото. Реакция человека является более обосредованной, заторможенной, прилаглённой, чем у любого из высших животных. И используется вспомогательное средство в виде знаков символов, знаков второй сигнальной системы. Тоже это согласуется и, как и после, подтверждает интуицию, кажется, кассированное в отношении того, что человек – это животное символическое. Так, человек – это животное символическое. Ну вот, у неконтеанцев и у кассиреров проведено расграничение. Немножечко по-разному проводится у разных авторов, но проведено расграничение между науками историческими и науками естеств. Однако далеко не все исследователи в конце 19-го, в начале 20-го века согласились с неоконтеанскими разграничениями. И, в частности, это разграничение наук мы принимали те авторы, одного из которых вы уже читали. Говорится, что их читают на выдающийся генерский диозах, один из основателей Венской школы ременово-эзитивизма, преемника Арнста Маха в Венском университете после того, как Арнст Мах прекратил возглавлять кафедру индуктивных наук в Венском университете, на смену Энст Маха пришел Морец Шлик. Морец Шлик попогиб накануне победы фашизма в Германии. Его застрелил собственный студент на ступенях собственного университета. Этот студент был национал-социалистом и, возможно, он получил партийное задание, но сам этот студент мотивировал убийство Шлика тем, что Шлик, дескать, отбил у него его любимую девушку. Он приглашал свою любимую девушку на свидание, а она ему в ответ сказала, что она лучше пойдет на лекцию молиться с Шликой, чем свидание с ним, все связано с этим возглавленным. И после таких слов возглавленный, задетый за женой, и будучи членом национал-социалистической партии Германии застрелил Морец Шлик. Морец Шлик был чистокровного арийского происхождения, но он не поддерживал фашизм. И поэтому данный молодой человек, помимо своих обид, мог вполне иметь соответствующую подсоединение. Такова история гибели Морец Шлика. И перед Второй мировой войной Венская школа как раз распадается, и распадается она не по внутренней причине, а именно по внешним обстоятельствам. Убийца, убийца, убийца Шлика, приход фашизма, эммиграция Рудольфа Карна и других исследователей Соединенные Штаты и Европы. Все это и привело к распаду Венской школы неопозитивизма. Так вот, философы-неопозитивисты далеко не все принимали разграничение, очень интересное разграничение рынка естественных и гуманитарных предложенных неоконтианусов. Ну, в частности, известный представитель неопозитивизма Карл Генпель настаивал на том, что в области истории все точно так же, как и в области естественно-научного познания. Историк подводит историческое событие под тот или иной общий закон. Может быть психологически, может быть социологически, может быть основан на здравом смысле. Почему мы это не видим явным образом в деятельности истории? Потому что многие из этих законов являются тривиально общеизвестными, доступными нашему разуму. Ну, например, это уже пример из другого представителя Венской школы Рудольфа Карна. Ну, например, давайте послушаем такое историческое объяснение. Ну, или квази-историческое. Мальчика спрашивают, почему ты так плачешь? В ответ ребенок отвечает, меня Коля ударил по носу. Будет ли это объяснением, характеризующим естественные науки, то есть монотетическим объяснениям, подводящим индивидуальные события под общий закон? Почему ты плачешь? Меня Коля ударил по носу. Ударил, значит он не больно. Здесь предплавят какой-то закон, но необязательно психологически, может здравом смысла, психологически, человека, которого по носу испытывает боль. Человек, который испытывает боль, реагирует на боль иногда плачет и так далее. И мы подводим индивидуальное событие, слезы этого мальчика, он сам подводит под общий закон, что я плачу, потому что все люди плачут, когда им больно, а людям больно, когда их бьют по носу. У нас есть факт, Коля ударил по носу, у нас есть общий закон. Хотите относиться это к психологии, хотите это относиться к здравому смыслу, это не имеет особое значение. Индивидуальный факт подводится под общий закон, получается монотетическое объяснение. И в истории все происходит именно так, куда мы там делаем. И никаких таких художественных описаний и географического метода, историческое исследование в помине. Общие законы являются либо тривиальными, либо законами тех или иных конкретных, регулярными и доступными здравым смыслом, либо предназначены тем или иных. Так, вот такая интересная точка зрения. И, конечно же, существовала дискуссия между сторонниками неакантиалцев, проводившим данное разграничение между естественными и историческими науками и сторонниками неопозитивизма, отрицавших это разграничение. Небольшой перерыв надо сделать? Сейчас делать лекции, потом... Перенеси! Делаем все, что попросту. 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 А что попросту. Делаем все, 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 что попросту. Ганс Георг Галдемар настаивал на том, что существует особый опыт и особый метод познания, соответствующий этому особому. Ну, начнем сначала с особого опыта, который как раз характерен в области бюджетных наук по Галдемару. Галдемар говорит так. Опыт необходимо разграничивать в двух смыслах. Есть опыт, который нам нужен для того, чтобы построить обобщение и прийти от наблюдения к понятию. Это опыт, который... Ну, это классическая трактовка опыта, идущая еще из античности от Аристотеля и прочих наследствий. А есть опыт, который не связан с обобщением и образованием понятий. Есть так называемый диоректический опыт. И природа этого опыта другая. Она не приводит нас к формированию новых понятий, но она приводит нас к изменению нас в мире. И вот это понятие диоректического опыта уже присутствует даже в обыденном языке. Мы говорим, научиться на собственном опыте. Например, что бы это значило? Научиться чему-то на собственном опыте. Значит ли это, что вы приобрели какие-то новые знания, расширили свой кругозор, если вы научились чему-то на собственном опыте? Вовсе не обязательно. Вы по-новому стали смотреть на те вещи, которые чем-то обычные и привычные. И, может быть, кругозор у вас нисколько не расширился. Научиться чему-то на собственном опыте, богатому, связано с испытанием некоторого страдания. Этот опыт является негативным. Что это значит? Ну вот есть даже по поговорке, что только глупый человек начать учиться на собственном опыте и так далее. Негативный момент в нашем обыденном представлении об опыте также присутствует. Что это значит? Что это за негативный момент? Гадамар связывает этот негативный момент с нашей человеческой конечностью. Наш разум конечен, и наш разум представляет из себя набор предрассудков, оставшихся традиционными. И поэтому, когда горизонт меняется, мы с необходимостью испытываем страдания, изменяемся мысль. когда что-то из этих оснований, из этих предрассудков испытывает крушение, разрушается, мы испытываем как бы разрушение собственной личности, как сборище предрассудков, доставшихся нам из прошлого. Вот такой негативный момент, условленный нашей конечностью в диалектическом опыте богатого рукописутствия. Невозможно дважды научиться одному и тому же на собственном опыте, если имеется в виду диалектический опыт не повторит. Ну, конечно, можно возразить, что негативные переживания можно испытать дважды, например, наступить дважды на одни и те же градусы. Но, на самом деле, понимание градусов у вас возникает уже после первого раза. И второй раз является излишним. Почему? Почему мы после второго? В первый раз ты еще не знаешь, что это градус? Ну, ты наступила, ты не знаешь. Если вы имеете в виду понятие градусов, то понятие... Нет, ну, не понятие, не сам этот предмет. Понятие имеется уже до первого раза. Ну, вы знаете, что это грабли и что их делали. Но когда вы на них наступаете, вы получаете необычный способ. А кто с ним на три идет, а кто с ним наступает? Используем. Вроде бы известный вам давновлеще, а вы как-то осторожно начинаете относиться к миру и к себе. И второй раз уже стремитесь не встать. А если встать на второй раз, то ничего нового не приобретете. В чем? В вашем? Важно. 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 Отличается от опыта научного, а от опыта классическом смысле ведущего нас к понятию. Гиоретический опыт изменяет нас самих, делает нас другими. трансформирует в космосовый горизонт, изменяет в космосе, трансформирует наш космосовый горизонт и тому подобное. Итак, мы играемся сборищами предрассудков, имеющих свой исток в традиции. И получается, что от предрассудков, связанных с традицией, нам не было ли биться, сколько бы мы ни боролись с ними, мы не можем вырваться и не можем все их преодолеть, но мы работаем только с какой-то частью, испытывая при этом страну. Поэтому область критического мышления богата была ограничена, она не распространяется на совокупную традицию, на все время рассудки, без исключения, от них никогда не избавится полностью. Интеллект как бы занимает скромное, второстепенное, даже можно сказать, положение по сравнению с культурной традицией. Диоретическому опыту соответствует особый метод познания. Особый метод познания связанный с интерпретацией. Интерпретация философской германевтики – это истолкование классических текстов. Классических, до той или иной традиции текстов. Ну и вот гуманитарные науки, как раз многими авторами, только Гадабар, которые принадлежат германевтики, определяются как науки, имеющие дело с текстом. Предметом гуманитарных наук является текст. Почему биология не гуманитарная наука, а филология гуманитарная наука? Биология ведь тоже изучает человека? Человек же это не текст. Да, но никак текст действительно. Биология изучает человека как некоторый живой организм, и находит его место в классификации животных организмов. А филология исследует человека через исследование текста, как автора, как истолкователя художественного произведения своего человека, через призму текста. И это существенно, это как раз то, что отличает гуманитарные, можно Бахтина назвать, как автора близкого к философской германевтике, и о тексте он пишет именно так в своих исследованиях. Итак, что же это за метод истолкования? Как осуществляется истолкование классических текстов? Ну давайте спросим себя. Допустим, вы приобрели газету и почитали, и газета вам понравилась. Будете ли вы эту газету читать через месяц? Вряд ли. А почему, если она вам понравилась? Вряд ли. Да, вы бы приобрели какие-то сведения, а эти сведения вы старели, и вам неинтересно второй раз уже читать газету. А почему, допустим, Мушкина или Достоевского вы читаете и через месяц, и через год? Потому что они в субъектах свои действия. Да, здесь дело не только какой-то скоротечной информации, здесь дело касается вас, допустим, кого-то задевают произведения Достоевского, кого-то Пушкина, это не важно. Важно то, что вы к ним возвращаетесь для того, чтобы стать другим, что-то обнаружить в себе, что-то понять в мире. Вот, и, как говорится, интересно эту диалектику герметического познания классических текстов описывать. Процесс истолкования – это как бы встреча двух горизонтов. Один горизонт – это ваш собственный смысловый горизонт, как читатель данного текста, классического текста. А второй горизонт – это горизонт соответствующего текста или автора соответствующего текста, культуры, в которой этот текст был произведен и так далее. Вот, и встреча этих различных смысловых горизонтов напоминает исполнение музыкального произведения. Акт исполнения музыкального произведения – это как бы сотворчество, сотворчество композитора и исполнителя. Так же и всякий классический текст – это акт сотворчества, допустим, Александра Сергеевича Пушкина и вас, которые воспринимают текст Александра Сергеевича Пушкина. Но для того, чтобы между вами состоялся диалог, вы должны осознаваться, что Александр Сергеевич Пушкин принадлежит другой эпохи, что он не ваш сосед, что он жил и выслал несколько иначе. А иначе этот диалог не состоится в взаимодействии с смысловым горизонтом произведения. А для того, чтобы это осознавать, вы должны лучше понимать свою собственную культурную традицию и ее особенности, лучше понимать самих себя и свое отличие от автора, от его культуры, от его эпохи. Вот, получается, что в отличие от чтения газеты, ваше чтение Александра Сергеевича Пушкина трансформирует вас самих, делает вас другим, и поэтому вы к нему возвращаетесь, в отличие от чтения газеты. Такая приятная продолжается. Ну и надо сказать, что это очень интересная, конечно, с точки зрения, и действительно, вроде бы есть веские основания подразделять гуманитарные науки естественными, в отношениях гуманитарной науки к наукам о тексте, к наукам, которые занимаются интерпретацией текстов, и текстов классических. Ну, важно, конечно, оговориться, что тексты классические. Гадамар выделяет, прежде всего, три таких основных сферы классических текстов. Это литературные тексты, о которых я немножко говорил, это религиозные тексты, и это юридические тексты, начиная с гримского права. Концепция, конечно, интересная. Ну, опять же, могут быть контраргументы, можно оспорить эту позицию, ну и, в частности, можно оспориться, обратившись к критическому рационализму одного автора, которого мы читали сегодняшнюю деменцию, к критическому рационализму Карла Поппера. Вот Карл Поппер немножечко иначе толкует опыт и права опыта в науках. Опыт является необходимым элементом естественных наук. Этого Поппер не отрицает, наоборот, подчеркивает. Но что это за инструмент? И как он работает? Поппер считает, что основная функция опыта – это функция критики в области естественных наук. Основная функция опыта – это функция критики. Критики наших теорий, наших концепций, представлений. Опыт помогает нам разрушить ложные теории, помогает разрушить ложные теории. И по поводу ситуация такова – либо будут уничтожены наши ошибочные теории, либо будут уничтожены мы. и рационально предпочесть первое – и стремиться к уничтожению собственных теорий, если они являются ложными, если они являются ошибочными. Ну, естественно, такой критический опыт, он не безразличен для нас самих. Для нас самих. И если это принять, то получается, что в науке всё так же, как и в жизни, и как в диалектическом опыте, что новое открытие изменяет нас самих, делает нас другими. И поэтому, может быть, и нет никакого смысла выделять особый опыт, от ограничивает опыта от опыта в классическом смысле. Поскольку никакого такого классического смысла, ведущего от опыта к понятию, ведущего от опыта к обобщению, не существует. и нет никакого такого классического смысла, о котором писал Господь Гадемарев Полинин. А значит, и нет разделения, и мы должны пребывать опыт геолептический, трансформирующий нашу субъективность. И наука, она открывает нам и нас самих, и окружающий наш мир. Наука трансформирует наше мировоззрение и выполняет, выполняет диалектические опыты. И не надо что-то особое изобретать, выводящие на характер. науки, оправдающиеся на критическую разу. Да. Критическую, опровергающую наше теоретическое настроение и следы. Не надо ничего изобретать. Так. Вот, значит, такая точка зрения. Она противоположна герметической позиции. Ну, можно ее отметить четвертое. Это критический рационализм. Рационализм. Критический рационализм Карла Купера и его последователи. Пятая интересная позиция по поводу разграничения, естественно, социальных и гуманитарных структурализм. Ну, это структурализм. Кого можно назвать? Структурализм начинает развиваться в гуманитарных наук в начале двадцатого века такими стыдователями, Вот Белис Крус. Крус. Ролан Барт. Это французы. Барт и некоторыми другими. Структурализм в гуманитарных науках. Что это такое? В методологии гуманитарных наук начало двадцатого века. Благодаря указанным исследователям образовалась тенденция стремления к строгости и точности, стремления сделать науки такими же обоснованными, как науки естественными. Эта тенденция опиралась на, как на образец, опиралась на структурную лингвистику структурную лингвистику Фердинанда де Сесюра. Вот Фердинан де Сесюр из его образцовой структурной лингвистикой воодушевил многие гуманитарные науки, представители различных гуманитарных наук в этом проекте. можно назвать и наших авторов выдающийся лингвист Роман и Капсон, например. Роман и Капсон, он даже еще раньше, чем Гейли Строз, обратился к структурализму Роман и Капсон. Ну и в частности, Роман и Капсон отмечают, что исследования области фонологии, которые развивались после Сергея Николаевича Трубецкого, на основу работы Трубецкого, исследования фонологии соединились с математикой, с использованием математических методов. И фонология, подчеркиваю, Капсон, подобно атомной физике, кажется, не помню, что но не квантной, вроде бы, это было значение для физики, так и для результата. А фонология для лингвистики имеет такое значение, как ядерная физика имеет значение для в области физических исследований, так что я сказал. И данные исследователи считали, что никакой принципиальной разницы между гуманитарными и естественными луками не существует. И они отрицали особые методы исследования, характеризующие только гуманитарные и гуманитарные дороги. Они отрицали особые формы понимания, характеризующие только гуманитарные и гуманитарные и институты. Однако за революцией последовала контрреволюция, и уже в середине XX века мы имеем пост структурализм, который говорит о невозможности структуралистского проекта, о невозможности превращения гуманитарных структурализма, строгие дуточные структурализм не не исключено, что пост структурализм был порожден завышенными притязаниями самих структурализм. Они стремились превратить психологию, антропологию и многие другие дисциплины. Строгие науки может быть преждевременно. Для того, чтобы превратить науку в строгую дисциплину, необходимо проработать область исходных идеализаций, исходных идеализаций выработать систему базовых идеальных объектов и исследовать их взаимоотношения. В гуманитарных науках эта работа не была должным образом проделана ни в тем более в антропологии и психологии не было проблем. Проекте оказалось немного подробнее подробнее. Давайте сделаем перерыв. После перерыва у нас с вами семинарское занятие общее, и в следующей неделе мы будем поговорить на следующей неделе. мы домашний домашний домашний